Для чего ты живешь? Вот честно, в глубине своего сердца. Знаешь ли ты, для чего живешь? Ты когда-нибудь переживал совершенную любовь? Я вырос в светской семье в районе Тель-Авива. Будучи ребенком, я размышлял и искал причину, по которой я живу. Какова великая цель жизни? Потому я с раннего возраста ходил в синагогу. Я ходил с друзьями в одну синагогу, вверх по улице. И была еще одна синагога, в которую я ходил сам. Я сидел и слушал ушами своего сердца. Я пытался молиться и читать молитвы. Я искал и пытался понять, как постичь что-то, что даст мне глубокий смысл жизни. И я пытался накладывать тфелин, пытался делать все то, что делают в синагоге. И я не желаю как-то оскорбить синагоги, Боже упаси. Но лично мое сердце оставалось пустым, когда я выходил из синагоги. Будучи ребенком, я не мог объяснить, почему я не нахожу ответов, приходя в синагогу. Но чего-то внутри не хватало. Это не наполняло меня. Мне казалось, что это то, что делают люди. Но это не наполняет лично меня. Я рос как обычный израильтянин. Ходил в школу, потом были старшие классы, потом служба в армии, а после этого я также служил по контракту. Когда я учился в Технеоне, это было тяжело, но весело. Тяжело, потому что так много всего нужно было изучить, трудного и сложного. Нужно было постигать новые концепции. Но когда прошло время, я внезапно начинал видеть, насколько прекрасен Бог, который существует во всех этих великолепных деталях. И в течение всего этого времени я искал самую главную причину, по которой я живу. Я искал совершенную любовь. Однажды моя сестра вернулась из поездки за границу. Это было долгое путешествие. Мы сидели и разговаривали, и я расспрашивал о ее переживании, и мы оба интересовались в то время медитацией. И она сказала мне, послушай, Оден, я верю в Ешуа. И правда в том, что это не столько обеспокоило меня, сколько заинтриговало. Почему? Какая причина того, что ты решила поверить в Ешуа? С того момента, как моя сестра сказала мне, что она верит в Ешуа, что она верит и в Танах, и в Новый Завет, я решил проверять ее и ее мессианских друзей, с которыми она проводила время. Откуда это все взялось? Как они живут? Как это выражается в их жизни? В то же самое время я искал любви и счастья в отношениях с женщинами. Но в жизни этих верующих, которые проводили время с моей сестрой, я увидел определенные вещи, которых не видел больше нигде. Я видел сострадание к слабым и к тем, кого отвергает общество. Я видел в их сердцах готовность помогать нуждающимся и протянуть руку помощи, даже когда это стоило им собственных ресурсов. Я также видел в них эту готовность, принятие и любовь также по отношению к арабам, то, что сегодня тяжело понять. И через их жизнь я видел воплощение настоящей любви, которая ничего не ожидает взамен. Когда я увидел в их жизни и то, что они знают Бога, когда я увидел совершенную любовь в их жизни, когда я увидел в их жизни, что единственная причина, по которой они делают это, это Иешуа, для меня стало ясно, что я хочу пригласить Его в свою жизнь. У меня не было никаких сомнений в том, что Он тот, кто изменил их жизнь. Так что же такое настоящая любовь? На самом деле, я хочу привести пример того, что такое истинная любовь. В Библии, в 53 главе Исаии, написано, что есть слуга Божий, который умер за грехи и болезни народа Израиля. Ты читаешь это, и это потрясает. Кто способен на такое? Ты читаешь Новый Завет и видишь, что Иешуа является тем человеком, о котором говорит 53 глава Исаии. И он ходил и касался прокаженных, которым никто не хотел прикасаться, а он касался их, и он изливал на них любовь. И ты видишь, как он отдал свою жизнь за народ Израиля на кресте. Какое выражение любви? Вы не увидите такого больше нигде. Это выражение совершенной любви.